Мы на Октябрьском мосту. Вчера уже говорили, сегодня еще раз приехали сюда специально заострить ваше внимание о том, что здесь серьезно изменилась разметка. В районе острова Татышев, как вы знаете, дорога расширяется и имеет больше полос, потом она сужается. Так вот раньше дорогу уступали те, кто ехал по правой полосе и выезжал с острова Татышев, а теперь это будут делать те, кто едет там, возле середины дороги. И по дороге на правый берег, и по дороге на левый берег. Теперь будем так ездить. Пока это создает, честно говоря, напряжение здесь на дороге, потому что та полоса всегда считалась самой скоростной. Вот посмотрите, видите, как быстро едут машины, а потом им приходится оттормаживаться. Вот здесь еще остались фрагменты старых стрелок, их немножко подзатерли, теперь они не работают. Обращать внимание нужно на другую полосу. Вот люди еще набирают привычную скорость, а потом не совсем успевают съезжать. А заметили, что на Октябрьском мосту разметка изменилась? Нет, не обратили внимания. Ну я еще не видел, что первый раз, поэтому сейчас увижу. Мне удобно, не заморачиваешься и едешь просто. Мы просто еще не выезжали, сейчас посмотрим. Будем выезжать. Немного остановлюсь на том, для чего это сделано. Дорожные службы проанализировали ситуацию здесь. И в связи с растущей популярностью острова Татышев отсюда выходит большой поток. Если сужение идет с этой стороны, с правой, ближе к обочине, то много конфликтных ситуаций. Так, они уверены, их будет меньше. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы учитесь своих учеников, наверняка видели уже, что разметка поменялась на Октябрьском мосту. Как можете проанализировать? Нравится, не нравится? Ну да, неплохо сделали. И знаки поставили. Сужение левой полосы вообще. В чем неплохость, так скажем? Ну то, что не путаешься теперь. Ученики лучше едут. Ну и вообще люди уже лучше едут. Там никто никого не подрезает с правых полос. Мы на улице Взлетная. Здесь идет ремонт подпорной стены. И вот личная, как житель, глубоко убеждена, что подпорные стены в Красноярске это бич, с которой надо не просто ремонтировать, но и бороться с ними. И вот здесь как раз пример, когда часть подпорной стены заменят на земляной откос. Под ней машину было страшно ставить или ходить? Да просто стена прогибалась, был уклон у стены. И вдобавок тут как раз в этом доме ливневые воды собирались. Существовала опасность, что обвалится. А вот вы скажите, пожалуйста, как вы сами относитесь к появлению таких стенок в городе? Ну, я думаю, что нужны. Больше места будет для парковки, для всего. А так откосы сделают и что? И потом ни машину, никуда ничего не поставить. У нас и так двор, посмотрите, маленький. Ни с чем иным, кроме как с желанием застройщиков пихнуть побольше домов, не связано. Поэтому хорошо бы, если бы их совсем не было. Но вот, тем не менее, они есть. Из 372 подпорных стенок больше трети принадлежит муниципалитету. И город сейчас достаточно активно взялся за их ремонт. Ту часть стены, которую нельзя заменить землемооткосом, заменят по новой технологии габионами. Вот это, видимо, здесь будет. И сейчас вообще всего в Красноярске ремонтируют 12 подпорных стенок. Это только муниципалитет. Ну, вот, кстати, здесь люди говорят, что ничего не происходит уже больше недели. А вот это место, в которое лучше не попадать, но о котором нужно знать. В больнице скорой медицинской помощи открылся травмпункт пока для жителей Октябрьского района. Здесь вот специально отведенные помещения. Заходим. Вот здесь вот пострадавшие пациенты будут ожидать приема. Ну и кабинет травматолога. Здрасте. С рукой и ногой сломанной к вам обращаться. Новый травмпункт открыли, потому что травмпункт на Баумана закрыт уже больше года на ремонт. И сейчас частично не принимает пациентов. Новое отделение будет работать круглосуточно и теперь на постоянной основе. Баумана – это повторный прием. У нас оказывается первичная помощь. Мы рассчитываем пока ориентировочно 50 человек в сутки. Если это будут только пациенты Октябрьского района, если это будут самообращения советские, Свердловские и прочие районы, с учетом климатических условий, погодных и прочего, то это возможно и до 100 обращений. Вчера у нового травмпункта был первый рабочий день, но чтобы, собственно, было понятно, где он находится, мы здесь, вот приемное отделение больницы скорой медицинской помощи, оно находится за поликлиникой. Это была дежурная группа. Звоните, пишите нам по телефону 202-22-22. Продолжение следует...